При дневном свете вот наш перевернутый корабль Теперь нужно обработать все от всяких пузырьков и пузырьков, и наслоений всяких старого клея Вот перед тем как клеить ленту все это нужно зашлифовать чем мы сейчас и займемся Вчера ночью пришлось это немножко попотеть Проклеил вот эти вот Тейпс Все, что было зашкурено Вот, и пока еще не высохло Сверху наклеил вот эти вот усиления Рингс Закрыл, как обычно, полиэтиленом чтобы сэкономить Вот Ну и вклеил там немножко вот это палкаец передний И вот который в середине Усиление транса тоже У меня не было подходящей дощечки Так что я вот так вот сделал Надеюсь хватит этого Вот Сверху все равно там ляжет этот пол Так что все будет в порядке Вот и настало время примерить наш бинус То, что мы сделали в прошлый раз Научились Так Они довольно-таки тяжелые получились Вот что значит Делать Все Из фанеры Вот Хоть это сделать Из пены Но дорого Так Сейчас Вот Сверну Техника залезания Такая Сверга Для Долгия Усилежная Сверху Сверху Это Миллион Так. Шмолейка. Так. Так, мы идем поворачивать. Так, хорошо. Отлично. Отлично, Константин, как говорит мой друг Николай. Отлично, Константин. Так. Вот тут должен быть райзер. Здесь мы его ставим аккуратно. Поднимаем. Райзер. Чуть-чуть его отрезать. Хорошо. Хорошо. Все. Хоть я уже и вклеил кое-какие балкеты, некоторые из них не попали по размеру по какой-то причине. Вот, возможно, из-за ошибки с длинными, которые я намерил. Вот, и я это пришлось, ну, потому что я заделался уже. Придется немножко сошкуривать, иначе не прилипнет. Вот, все-таки выпилил я более-менее вот так вот по размеру. Вот он получается такой. Теперь сейчас буду вот эту самую сошкуривать. Все это очень тяжело идет, таким образом. Могу, конечно, машинкой, но здесь везде пыль полетит. Я этого не хочу. Небольшой пылесосик. Сейчас мы вот им все и соберем. Вот я тут сделаю немного клея. Сейчас буду вклеивать. Надеюсь, этого хватит. Сначала вот так вот подмажем. Все, как следует. Просто торцы. Нам просто надо торцы приклеить. Остальное ему шпаклевкой. Я еще шпаклевку сделаю. И лентой потом. Все как обычно. У меня всякие неравности. Чуть-чуть больше клея. Продолжим. Я надел фонарик, потому что уже стало темновато. Вот сейчас приготовил немножко шпаклевки из Q-Cell. Вот такая получилась консистенция хорошая. Q-Cell это такие очень легкие шарики. Эта коробка вообще ничего не весит. Она очень крепкая. Вот. И вот такой палочкой, типа как от мороженого. Только побольше. Сейчас буду намазывать. Идея такая, чтобы сделать такой профиль, чтобы bulkheads не мог ни туда, ни сюда уйти при больших нагрузках. Сначала первый слой так себе намажу. Потом выровняю. Продолжение следует. Я сильно не стараюсь, потому что всё равно потом лента ещё сверху пойдёт. Дальше идёт следующий этап, отлеиваем ленту, я пока просто так её прилеплю на свежую шпаклёвку, а потом ещё файберокутатим, а эпоксидкой пропитаем обычного. Это наш паровоз вперёд летит, за забором. Всё уже стемнело, в Брисбене как-то быстро у нас длилось. Не успеваешь ничего сделать. Развёл я эпоксидки, сейчас пропитаю ткань, и всё, поехали. Тут уже шпаклёвка пропитала немного её. с другой стороны. Так... всё будет чики-пуки. Сейчас она пропитается, если где-то не прокрасил, потом ещё раз прокрашу. в итоге вот что у нас получилось. такой вот bulkhead, вклеенный. Ещё несколько. Так, а сегодня мы делаем очень важную работу, вымеряем, так сказать, момент истины. куда поставить балки. Это одна балка, сейчас ещё вытащу вторую. Я уже тут начертил, где надо будет выпиливать. Вот, в корпусе дырки, вставлять их и заклеивать лентой. Вот так. Это челлендж. Потому что я посмотрел относительно носа, ошибка где-то примерно два сантиметра. Довольно-таки много. Поэтому сейчас буду как-то компенсировать. Надо будет несколько раз всё промерить относительно носа, носитель на кормы, что всё было ровно. И размер был одинаковый. У меня тут где-то... Так. Вот. Это один, что ждёшь. А где второй? Вот это второй листочек. Так. Должно быть 2,460 мм между серединами балок. Надо сейчас как-то вымерить. Вот дошёл до такого момента, что можно уже выпиливать. Столько раз уже отмерял. Семь раз отмерил, наверное. Вот. 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 Некоторые линии зачеркнуты. Двигал туда-сюда. Вот. Вроде было, ошибку более-менее компенсировал. Посмотрим. Уехали. Ухали. 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 Загас Ну и вот, не дунул я, что куда-нибудь я доживу до такого. Выпилил, уже могу устанавливать бинз. Можно сказать, корабль почти готов. Вот, как говорится, чертежи получил, собрал. Получилось не то. Нужно обработать напильником. У меня вместо напильника вот такая вот машинка. 1200 ватт. Сейчас буду счищать. Ну-ка, примерим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, как полигональная накладка вкусно. Выпилил, подпилил, примерил. Снова подпилил. Опять примерил. Так и строим. О, тут все ровно почти. Четыре ровно. Еще. Еще. Маленькая дверь. Самое главное размер нужно вот этим бинз. Так. 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 Две. Четыреста девяносто два. Ну-ка. Ну-ка там. Так. 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 на чуть чуть неправильно сейчас подвинем на 5 миллиметров вот день подошел концу и мы установили бимс пока не вклеили еще вот там еще некоторые детали будут изготовлены потом уже все после окончательной подгонки будет все проклеено тканью шпаклевкой вот всякие ошибки надо было сначала наверное этот сделать а потом уже бим вклеивать это bulkhead вклеивать ну ладно в принципе тут ошибка вообще минимальная я думаю будет будет больше вот тут конечно же поклевать ничего не будет видно это вообще не это сказать не критично так можно сказать отлично константин все на своих местах так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главное, чтобы не было таких вот множественных всяких ямок и канавок. Там эпоксидкой все зальется. Что не зальется, зашпаклюется потом. Все. Время снова намазывать эпоксидку. Тут вот подготовил этот швертовый колодец. Все подогнано, выпилено. Но это, конечно, не застрахует от того, что потом нам будет напильником все снова обрабатывать. Ну, неважно. Сейчас все буду заклеивать, замазывать. Тут вот заднем еще. Тоже этот вот райзер. Надо замазать из кусочков стеклотканей. Нифига нет. Осталось последнее. Вот. Сделаю из кусочков. Что-то не страшно. Просто гидроизоляция. Все под шпаклевку. А швертовый колодец надо сделать качественно. Поэтому я тут еще буду заклеивать дополнительно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сделала крепко. Здесь. Так. Тут к щели. Ну, что, зальем там эпоксидкой. Так. Там у меня всякие валики вставленные. Здесь вроде хорошо приклеилось. Тут тоже надо залить, замазать. Еще немножко. Ну, что, в целом вроде ничего. Получилось хорошо. Вот такая вот фигня. Там у меня технологический валик. Ну-ка. Давайте-ка его вытащим. Так. Как-то просто его вытащить. С той стороны. С той стороны. Давай-ка вытащить. Палкой надо. Верхнюю часть теперь покрываем тканью. Изобрел тут новый способ. Нищебродский. Нищебродский. Опять. Опять с этой, этой же самой полиэтиленовой пленкой. Но я использую вот такой валик с такими иголочками. Вот. И он очень продавливает эту пленку. И создает эту поверхность. То есть после снятия там нужно будет просто минимальное. Вот он. Все шкуривание. Посмотрим, как это все будет. Хорошо так расслаживаем. Вот эти вот держатели из фанеры по обоим сторонам. Смотрим. Вот так. Вот эти болты потом выбить. Вроде нича. Тут вот сделал еще этот бушинг. Ставим в их стилу. Вот это, обратите внимание, дыра. Очень было жалко пилить. Представляете, дыру в дыру в лодке. Какой-то ужас. И так настало время удивительных историй. Нужно вклеить вот этот центрбор КС вот сюда. Для этого мы должны все это подрихтовать, чтобы все нормально влезало. Пока что это не происходит. Можно так подточить, здесь подточить. Так, я забыл очки. Хорошо. Какая-то. Просто... Ох Scriptures! Продолжение следует... Так, у нас сегодня подгонка пола. Это значит, что прежде чем вклеивать балки, я хочу подровнять все. Иначе потом будет очень сложно все это подгонить. Может быть выпили под балки жиры еще. Но основное, как бы понять, где будет располагаться пол, сделать металлический. Все, конечно, криво. Придумывать, как эту кривизну все нивелировать. В целом, я доволен. Здесь немножко подровнять надо. Здесь, здесь. Это все. Продолжение следует... Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы идем показывать нижнюю часть. Вот это вот... Центерборд кейс. Вот так он выглядит. Это то, что выпилено было. Я заделал все файбер-глассом. Еще надо будет, наверное, пройтись там каким-нибудь загущенным клеем все края обмазать, чтобы им было лучше. То, наверное, тут не все хорошо здесь. Вот так он выглядит. Вот эти вот края надо промазать как следует, чтобы они все забились. А может быть, даже покрасить. Так, вот это с этой стороны. Опять все разобрал. Подготовил. Смотрю, открылся. Сверлил дырки. Буду делать файбер-гласс бушинг. Так, что у нас там? Говорю шепотом, потому что малыш спит. Так, вот это у нас полностью готовый пол. Я тут залепил. Сейчас переверну. Буду ленту с обратной стороны наклеивать. Как рекомендовано. Вот палками скрепил пока временно, чтобы не потеряло форму. Что? Тут все аккуратно выпилено под все балки. Здесь еще дополнительно выпилено кусочек, чтобы шверт вставлять. В общем, все готово. Для тех, кто интересовался, можно ли использовать пил-плай повторно. Вот, я тут поэкспериментировал. Вот, во-первых, пил-плай становится очень таким твердым. Его трудно разгладить. Поэтому такие вот страшные бугры происходят. Ну-ка. Ну, в некоторых местах прикольно получилось. В принципе, можно использовать. Если пил-плай отодран хорошо, то есть у него нет вот таких вот наплывов. Вот, то в принципе, можно повторно использовать. Нормально все. Здесь. Вот если хорошо разглаживается, почему бы и нет. Конечно, там, где наплывы, это просто ужасно. Второй день идет дождь. Да. Все опять намокло, намочилось. Особенно вот эти вот места. Мне почти сильно не нравится. А закрыть уже поздно закрывать. Вообще, борьба с дождем – это отдельная тема. Здесь вот этот вот навес, который я построил, он со временем стал пропускать все больше и больше. Вот тут капельки капают по всему навесу. Поэтому приходится закрывать. Он даже на камеру капнуло. Доходится дополнительно закрывать. Сейчас, в принципе, все закрыто файброгласом. Все залеплено, загидроизолировано. Так что это небольшая проблема сейчас. Вот. Но все же, в следующий раз, если что-то буду строить, то надо, конечно, очень сильно позаботиться. Вот. Пришлось даже, вот я пол заклеивал, его пришлось затащить сюда как-нибудь под навес, все закрыть пленочкой. Да. Так что вот вода, дождь, вода с неба – это враг лодки. Страшный враг. Потому что если ты на мокрое начнешь смолу наносить, смола не впитается. Поэтому нужно после дождя все будет очень сильно сушить. Ну, это если дерево. А если уже все замазано, в принципе, слегка сверху просушил, там, пеном или просто солнцем. Все еще идет вклейка балок. Вот. Сегодня мы все это подклеиваем, потому что в прошлый раз не удалось, не успел я. Пришлось все зашкуривать здесь. Все, что я заполнил. Ну, я немножко зашкурил, заполнил еще снова со шпаклевкой. И сейчас вот прикрепил, вот видите, ткань на шпаклевку. И надо еще сверху покрыть все смолой. Вот. Но сейчас я покажу интересную штуку. Вот. Смотрите. Такой вот лайфхак пакетик. А там внутри шпаклевка. Тут просто очень, ну, не подлезть. Вот. И в эту дырку сейчас я так вот штуку. Как тортик. Прямо. Засунул. Кусочек. Кусочек. Ух! Да! Вот. Продолжение следует... 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 с одной стороны, с той, которая идет не на растяжение, а на сжатие, вот как-то так. Сейчас будем подгонять тут, опять как обычно, все напильником обрабатывать, лобзиком все выпиливать, вот это вот лишнее все надо спилить. Должно быть все. Подогнал так ровно, подтянул, все с большим трудом, конечно, но что сделаешь. Вот теперь надо тут вот эти вот уголки выровнять все и крышу также закрепить. Шурупы потом, конечно, выкрутятся, то есть дверки эти все замажутся. Это сейчас все выглядит уродливо, криво, но я надеюсь, что потом все замажется. Вот примерно так растягиваем здесь. Сверливаем дырочку. Прямо тут стяжечку. Так, так, так. Продолжение следует... Посмотрим, что у нас получилось внутри кабины. Так, залазим. Сейчас будем подпорку ставить. Чтобы крыша выгнулась. Во! Даже эхо есть. Как трудно пролезать пока еще. Так. Тут одна уже подпорка есть. Стоит уже. Тут тоже чуть-чуть надо крышу подогнуть, чтобы там ничего не стачивать. Здесь вот тоже она прогнулась, потому что у меня тут ошибся немного. Вот. Так, сейчас будем делать порочку. Так. Ну-ка. Во! Теперь это подходит. Немножко подпилел. Занятия каратэ пригодились. Ну и по старой отработанной схеме стечь англы. Все это сейчас приклеиваем вместе. Заполняем все полости. Вот. Все это склеивается. Все это склеивается. Ну и как все у нас заведено, нужно оставшееся все обработать напильником. Современный напильник очень производительный и нужно гораздо меньше усилий, зато больше ума, чтобы лишнее нечего не спилить. Слишком много надо спиливать, надо взять маску, а то дышать нечего. И помощнее обгарки. Вкусываем вот эти штучки. Nice traps. Easy. Сняли, вытащили. Теперь обрабатываем мощным оружием подвоз. Напильником на стероидах. Напильником на стероидах. Напильником на стероидах. Вот у меня такой более мощный. Звук. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также мы попробуем примерить сиденье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, а эту... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Сложно подходить. Примерно так. Вроде ничего. Вот примерил оба. Сейчас, наверное, шурупами немножко стену... Ну, склею и стену шурупами. Вот. Потом переверну и снова... Заделаю лентой. Так. Вот еще здесь вот это вот надо примерить. Посредине. Как она будет? Тут можно все совпадать. Тут должна потянуть внутри. Сейчас прикинем. Вот тут еще у меня не оторвано. Пил пылает. Третья. 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 Продолжение следует... 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 Слеплась. 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 Туда сейчас аккумулятор поставим. Сюда тоже какую-нибудь тяжесть. Вот, хорошо. Здесь мы, наверное, просто насверлим сейчас дырок. Тоже затянем, как следует. И все. И все. Итак, все заклеилось. Теперь мы немножко подрихтуем. И замажем. Тут всяческие огрехи. Вот это вот вылезло все. Не совсем вписывается. Поэтому мы сейчас великим инструментом болгаркой все это источим лишнее. Так. 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 Продолжение следует... 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 а кромка ну вот компания давай выпилен мы поступаем к следующей стадии какой пока не знаю сейчас небольшой скорость проведем так у нас тут все выглядит вход вход в кают компания еще ничего не сделано так ты сделал этот хач уже готов сделать лучше сделать чтобы подходил там все выпилена сверху там сделано здесь тоже вот эту щель надо все заделать здесь надо выпилить хач купить по размеру вот здесь тоже соединение должно быть ринг тоже надо триаксиал клеить вот здесь можно делать хач вот эти вот risers вот и с чем мы сейчас займемся это вот заделыванием то что в прошлый раз не дозаделал можно все шпаклевкой и лентой положить вот эти шурупы выкрутить здесь надо все кусить вынуть и заделать оставшейся лентой тут все зашкурить утром мы приступаем снова к работе уже почти все готово так сейчас покажу что сегодня буду делать буду сегодня делать всякие ужасные вещи вот туда надо будет залезть все заделать вот здесь вот тоже ленту пустить тут тоже надо будет это потом клеить и вот я вчера выпилил наконец-то хачи вот эти их не было вот тут это с двумя целями во первых нужно их сделать чтобы они закрывались во вторых нужно получить доступ ко всем недоделанным недоделкам как вот этим вот и самое главное вот так тут вот если присмотреться вот здесь кстати плохо видно сейчас с другой стороны покажу вот здесь тоже надо все заделать вот тут хорошо видно что он просвечивает на улицу это значит что я палубу вот эту нижнюю приклеил с зазором и его нужно заделать а с той стороны не подобраться только с этой стороны ну и здесь естественно тоже все заделать верхнюю часть и все всего то смотрим сколько это займет закончилась эбоксидка вот густой баллон больше нету пока нечем работать вот решил пока попримерять дощечку это последние последние детали которые осталось вклеить вот как то вот нужно сюда пойти чтобы сделать такой как бы сиденье такое вот так вот надо его прижать закрепить все это там потом будет сиденье примерно отметить где-то 420 миллиметров ну и убрать этот страшный бардак может быть просто ужас какой то здесь вот эти использованные канистры бедная девица все загажено здесь валяются всякие перчатки использованные какие то шматки вот так мы пилим лодки посмотрите распил бабла это мы немножко развернули его сейчас начнем с этой стороны вот вот какая то наконец то сейчас первая у нас вот 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 все вот вот Когда я выпиливал, все намечено. Сейчас уже легче. Все, на сегодня мы закончим. Помойка. Строительная. В общем, кое-что тут сделано. Вот я еще здесь вот этот хач сделал вот эти бортики. Немножко обклеил тканью с той стороны. Надо еще доделывать. Вот здесь немножко не по плану. Решил выпилить такой карманчик здесь тоже. Пускай будет какой-нибудь сторож туалетную бумагу хранить. Вот так, здесь еще вот тут тоже сделал. Не помню, уже показывал, или нет. Вот этот поднял. Ну, там внутри немножко тоже заделал все. Носовые части. Осталось только крышку сделать. Так. Вот, и сегодня мы будем закрывать наконец-то вот эту часть. Последняя, можно сказать, наша. Последний бой. Трудный самый. Вот здесь надо будет придавливать опять. Все. В двух местах, наверное, даже. Также с той стороны. Поэтому у меня здесь выпилены под хатчики. Хатчики. Вот так. Вот как-то так сделано. Что-то не влезает. Сверху. Вот так. Сверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шурупы надо выкрутить... Здесь все напильником обработать... Все выступающие части... И потом уже заклеивать опять лентой... Тут у нас... Тоже... Нужно... Здесь все... Закруглить... И эти все струбцины снять... А то... Все засохло... Все хорошо... Вот... Люк сейчас поставим... Тут... Получился такой... Шкафчик... Вот... Все заделано... Вот... 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 Это надо еще будет... Немножко обработать... Испилить... Вот... 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 Продолжение следует... 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 Теперь у нас всё уже высохло. Лепкое, дальше лепкое. Можем лепкой закрывать и всё очень хорошо приблизится. Масочку надо аккуратно. Можем лепкой закрывать. Неровная получилась. Можем лепкой закрывать. Вот тут слайдинг пазы сделал. И с обратной стороны тоже приделал. Заклеил вместе со стеклотканью и клеем. Тут всё придавлено у меня. Это так выглядит изнутри компании. Тут ещё немножко можно будет напильником обработать. Тканью подклеить, чтобы усилить. А то мало ли что, кто-нибудь будет ломиться в дверь. Вот это вот. Вот это вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот купил такую стыку. Это камера, хочу посмотреть на всяких недоступных местах, как там сейчас залепилось, нет ли каких-нибудь недочетов. Сейчас просунем и посмотрим. У нас все тут готово под зашкуривание. Вчера зашпаклевал. Вот здесь у нас самый большой изолированный отсек. Вот он идет туда до самого конца. Надо посмотреть, как он выглядит изнутри. Ты голову туда не просунешь. Вот так что сейчас глянем. Также мы сейчас заглянем вот в тот дальний угол. Что там у нас. По моим прикидкам, там у нас остался незаделанным один из швов верхний. Так. Рукость. Да, точно. Нужно тут положить ленту и шкуклевку. Указы на этой стороны что. Там вообще ничего не видно. Нужен свет. Ладно. Вот что это такое. Это у нас крышка верхняя. Просто не зная ни размеров, ничего, все наобум было сделано. Вот я примерно подогнался и загнул с помощью вот этих вот ратчетов. Заклеил. Сейчас буду снимать. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что получилось. Да, слегка оторвалось. Надо аккуратно прикрепить там это все. Сейчас мы ее обкарнаем по краям. Вот так. Эту крышку. С помощью магического лобзика. Вот так. Так, мы готовим первую партию прайма, первый слой, верхний слой, потом покрасим, будем смотреть, может еще где-то что-то подшпаклевать надо, потому что много всяких поворотов, можно все внимательно посмотреть, потом можно еще на слой открасим. Вот наступил торжественный момент, начинаем красить. Вот наступил торжественный момент. Вот наступил торжественный момент. Вот что из этого всего получилось. Покраска праймом завершена. Это еще нужно будет все обшкуривать и шпаклевать. Конечно же. Так что еще рано радоваться. Вот компаньон Уэй тоже надо еще будет мудить. Вот здесь вот придумывать, как тут делать закрывашку. Вот. Ну, выглядит теперь хорошо. Такое все беленькое, красивенькое. А, да. Вот здесь вот еще надо будет. Здесь ничего не сделано и надо все тоже закрашивать. Так. А тут у нас скрывается носик. Сейчас-то мы его посмотрим, что тут получилось. Крышечка. Вот тут еще одна попытка сделать крышку. Крышечка взамен испорченная вот этой вот. Что она у меня изогнулась неправильно. Попробуем сейчас ее погнуть. Попробуем сейчас ее погнуть. Вот. Ну или что произойдет и очень вкусно. И Hoしит. Мы пл around dec festive. Ура дети alive нельзя больше всего? Вodies сtal 지역 не только баран cob. Продолжение следует...